Уровень управленческих навыков у сочинских руководителей в различных отраслях достаточно высокий, отмечают эксперты. Тем не менее, в профессиональном росте и учёбе ещё нуждаются многие начальники. Вопрос повышения управленческой культуры для курорта остаётся актуальным. Чтобы знания и компетенции, необходимые для роста по карьерной лестнице, были доступны перспективным работникам городских предприятий, успешный сочинец, руководитель санатория знания, специалист в рекламной деятельности и издательском бизнесе Дмитрий Богданов, вот уже 10 лет организовывает подобные деловые мероприятия. В городе Сочи нет учебного заведения, в котором руководители могли бы приобретать первоначальную квалификацию или повышать её. И в связи с этим мы стараемся восполнять этот пробел за счёт того, что приглашаем в Сочи известных экспертов, консультантов, бизнес-тренеров. Практика показывает, что те руководители, которые регулярно приходят на мероприятия, они действительно успешны. Их предприятия растут намного быстрее других предприятий в этих же сегментах бизнеса. Эти предприятия представляют более высокий сервис, и это впрямую отражается на финансовом результате компании. Сам бизнес-тренер Владимир Зима, мастер-классы которого расписаны на месяц вперёд, обращаясь к сочинской аудитории, отмечает, чтобы управлять людьми, их нужно понимать, а ещё необходимо быть объективными. И нужно помнить, что руководитель – это профессия. Сам Владимир руководит сразу несколькими предприятиями. Самый главный, наверное, совет – это принять, что руководителю никто ничего не должен. Мне говорят, люди должны выполнять свою работу. Ну, если ими неправильно руководить – нет, не должны. Соответственно, работа руководителя и заключается в том, чтобы создать правильные условия для того, чтобы там и люди, и системы, и всё, что составляет предприятие, всё это работало эффективно и качественно. А для этого надо помнить, что никто ничего не должен. В разгар курортного сезона мастер-класс «Владимир Зима» более чем актуален. Количество туристов в Сочи увеличилось. У десятков предприятий возникла необходимость привлекать новых сотрудников, расширять штат. На все вопросы собравшихся эксперт дал исчерпывающие ответы, а также порекомендовал ознакомиться с книгой «Инструмент руководителя», которая является руководством к действию. Профессии руководителя Владимир уже обучил тысячи россиян. А сегодня список профессиональных начальников, умеющих принимать решения и управлять, пополнили и два десятка сочинцев. Татьяна Говоркова, Инга Габеш и Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.